Киножурнал Возгремел на небесах Господь и дал глаз свой. Так объясняла причину грозы религия. В России тайну молнии постиг Георг Вильгельм Рихман, профессор Петербургского университета. Он заставил молнию сойти с небес и привел ее к себе на рабочий столб. Для этого ученый придумал несложный прибор. Поднесешь на электризованный предмет к металлической линейке, и льняная нить отклонится. От линейки тянулась проволока на крышу. Там ловушка для молнии. Если в грозу нить отклонится, значит молния ничто иное, как электрический разряд. Отклонилась. Простая нитка выдала тайну молнии небесной. Это было первого июля 1752 года. Грозная таинственная молния, став обычной электрической искрой, делала то, чего ждал от нее ученый. Рихман понимал, что рискует, но не пропускал ни одной грозы. И однажды, когда он склонился над прибором, случилось непоправимое. Умер господин Рихман прекрасную смертью, исполняя по своей профессии должность. Память его никогда не умолкнет. Михайло Ломоносов. Так ценою жизни ученый доказал, что молния – это та же электрическая искра. А теперь отправимся за искрой в другой, необычный мир. Что это, вулкан? Морское дно? Или пылающая поверхность солнца? Вот волшебное окошко, сквозь которое мы увидели чудеса. Через него можно глядеть на то, что обычно скрыто для глаз. Ну-ка, что в этом кошельке? Вещи как будто знакомые, но выглядят необычно светиться. Ведь они под током высокой частоты. А как поведет себя зеленый лист в поле высокой частоты? Лист так и вспыхнул синими молниями высокочастотных разрядах. Обратите внимание, не живые предметы только светятся, а живые полны яркой и таинственной жизни. У каждого листа свои пути для маленьких волн. Свежий ведет себя не так, как увядший, больной совсем не так, как здоровый. Электрические искорки что-то рассказывают нам. Но что именно? Изобретатели помогли нам увидеть тайну живого листа. Тайну, которую предстоит еще раз гадать. Могучий лес полон жизни и красоты. Но он бессилен перед маленькой искрой. Огонь грозит всему этому живому и прекрасному миру. Кто-нибудь из зверей может и спасется от огня, но деревья убежать не могут. Кажется, что пожар угасает. Нет, огонь спрятался под корни, горит под землей тор. Несколько месяцев огонь скрывается, пробирается, как змея, и снова вспыхивает в другом месте. Начинается самое страшное. Пламя взлетнулось вверх, набросилось на кроны деревьев. Подгоняемый ветром пожар мчится со скоростью 30 километров в час. Чья-то небрежность, и вот что может натворить простая искорка. А сейчас мы расскажем о другом огне. Много столетий назад в древнем Китае вспыхнул огненный сад фейерверк. Способ изготовления праздничных огней был величайшей государственной тайны. И только в 16 веке фейерверки научились делать в Европе. В Россию рецепт горючих смесей привез из Голландии Петр Первый. Он переписал его сам. Сам своими руками сделал первые ракеты и шутихи. С тех пор по праздникам стали устраивать целые огненные представления фейерверии. Художники и архитекторы придумывали для них причудливые декорации с затейливыми огненными фигурами. Композиторы сочиняли музыку. Толпы народа любовались этим зрелищем. Но оно стало бы еще красивее, если бы огни были разноцветными. Дать цвет потешным огням пробовал еще Ломоносов. А Наполеон обещал за это щедрую награду. Но только в 19 веке химики сделали праздничные огни яркими и цветными. Добавили в горючую смесь соль-натрия, и огонь стал зеленым. Каптолетовая соль придала ему ослепительную яркость. А соль-стронция малиновый цвет. Так фейерверк стал пляской не только огня, но и цвета. Теперь яркими веселыми салютами отмечают праздники и великие события нашей истории. Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok